Как гласит старая добрая военная мудрость, тяжело в учении и легко в очаге поражения. Сотрудники милиции присоединяются к этой истине целиком и полностью. Причем разделяют от души, особенно первую половину выражения, тяжело в учении, они это понимают буквально. Своё право на получение знаний стражам порядка отстаивать нелегко. В итоге возникает противоречие между их горячим желанием приобщаться к бесплатным знаниям и невозможностью этот порыв оплатить нашим МВД. Сетует на это начальник Петрозаводского отделения Санкт-Петербургского юридического института МВД России. МВД Республики Карелии, по просьбе правительства Карелии, по просьбе руководства министерства мы были открыты, оказывают нам, конечно, помощь, но первоначально, когда задумалось наше отделение, эта помощь должна была бы быть намного шире. Широты жеста министерства хватило только на то, чтобы юристов с их основами римского и всякого там другого права разместили на третьем этаже учебного центра МВД. Профессора, доценты и сотрудники, сделав предварительно самолично там ремонт, благословясь в этот центр въехали. Обучая 350 человек на трех курсах, сэкономили родному министерству 1 миллиард 580 миллионов. В ответ получают полное отсутствие финансирования, а обучать заочника из скудной библиотеки и объяснять судебно-медицинскую экспертизу на пальцах нашим профессорам не привыкать. На вопрос, так ли он нужен, институт этот отвечают. Он катастрофически нужен нам сегодня. Будет нужен, если узнаешь, что среди сотрудников внутренних дел слуг закона с образованием лишь 14%. Так что образовательный ценз родных милиционеров еще та проблема.